Давайте посмотрим на то, какую роль играет международное сообщество в моменты эскалации напряжённости на примере Украины. Ранее мы побеседовали об этом с особым гостем – актёром, продюсером, сценаристом и экспертом по восточным единоборствам Стивеном Сигалом. Недавно он в составе американской делегации приезжал в Россию после взрывов на бостонском марафоне. Вот как он прокомментировал кризис на Украине. «Именно таких ситуаций, как на Украине, мы, я имею в виду себя, ряд членов Конгресса и миллионы других людей, стремимся избегать. Я слышу много политической риторики и пропаганды, и не слышу здесь, в Америке, вообще никаких заявлений российской стороны. Не потому, что она их не делает, а потому что эти комментарии, как я думаю, остаются неуслышанными. К примеру, недавно кто-то рассказывал о том, что некто прибыл на корабль в Чёрном море и начал угрожать. «К пяти часам вы должны сдаться, или мы начинаем вторжение». Мне сразу стало ясно, что этого не было. И действительно, в последний час стали говорить, да, неизвестно, было ли это на самом деле. Всё это не способствует реальным дипломатическим отношениям, которые нам сейчас необходимы. Необходимо спокойствие, необходимы люди, которые взглянули бы на ситуацию в целом, и на то, что сейчас в интересах Украины, и что в интересах России. И вовсе не обязательно в интересах так называемой Европы. На мой взгляд, нельзя забывать о том, что когда в результате недавних событий на Украине произошёл так называемый переворот, речь шла о свержении правительства, назначенного соблюдением стандартных демократических процедур, по результатам выборов и так далее. «Внезапно появились, как я их воспринимаю, какие-то громилы, которые начали забрасывать весь город бутылками с зажигательной смесью. Кто эти люди? Откуда они взялись? Вопросов много. И неожиданно правительство оказывается свергнуто. У меня возникает вопрос. Почему нельзя было добиться смены правительства дипломатическими средствами, на что мы всегда надеемся? Мне кажется очень и очень любопытным, что вся эта неразбериха началась как раз перед Олимпиадой». Почему, на ваш взгляд, США так заинтересовались этим регионом? И что они могут выиграть от своего вмешательства? Думаю, речь идёт о Европейском Союзе, о том давлении, которое ЕС оказывает на определённые организации и страны. Если вспомнить примеры из прошлого, то Маргарет Тэтчер фактически лишилась должности, отказавшись от европейской интеграции в Великобритании. Думаю, и здесь мы имеем дело с чем-то похожим. По-вашему, СМИ играют какую-то роль в нагнетании напряжённости в отношениях между странами? Безусловно, да. Тот пример, который я только что привёл, отлично это иллюстрирует. Но приведу ещё один. На так называемых «уважаемых» новостных каналах не устаю твердить. Всё точно так же, как когда Россия напала на Грузию. Правда? А может, наконец сказать зрителям правду? Разве не Грузия напала на Россию, а та приняла ответные меры? Не так ли было на самом деле? Не пора ли им внимательнее изучать предметы, которым они говорят? Или просто перестать повторять то, что от них требуют сказать? Когда американские политики один за другим появляются в СМИ, поучают президента Обаму и заявляют, что он демонстрирует слабость во внешней политике, потому что до сих пор ещё не раздаёт приказов войскам и тому подобное, не пытаются ли они давить на него и принуждать к действиям? Я считаю, что это очень опасная позиция, очень опасная игра. Никто не должен критиковать Обаму за то, что тот воздерживается от военных действий. Они что, с ума сошли? Сейчас нам необходим хладнокровный подход и диалог. Сейчас мы должны прилагать максимум дипломатических усилий, вести переговоры с Россией, вести переговоры с Украиной и пытаться найти решение, которое устраивало бы всех. Такими сейчас должны быть наши действия. Это все, что мы должны действительно пытаться сделать. Вот так вот и все. Продолжение следует...